Алло, слушаю вас. Алло. Да, я вас слушаю. Да, здравствуйте. Здравствуйте, кто это? А как Василий Вячеславович услышит? А, слушаю. Я звоню с национального банка «Трасс». Моя фамилия Беспал, зовут Сергей. Сережа Беспалов? Ваши обязательства в нашем банке? Да, совершенно верно. Ой, Сережа, будьте любезны, я тут в помещении в большом, если можно поотчетливо, то пропадает качество связи, не ахти. Да. Сергей Вячеславович, нас интересуют ваши обязательства по двухстороннему договору в нашем банке. Задолженность существует. Проблема на данный момент так и не решена. А, ну да, я же вашим коллегам сообщал, что у меня форс-мажор наступил. Они сказали, обсудят с высшим руководством, ну и мне сообщать отдельно. Что у вас наступило? Что? Что у вас наступило? Что случилось? Форс-мажорные обстоятельства. Обстоятельства непреодолюмой силы. Ну нет, но форс-мажорные обстоятельства, по-моему, я как по-моему, по договору вы взяли на себя. По договору вы на себя не могли. Такие обстоятельства, которые вы не могли преодолеть. Как так? Контртеррористические операции на территории того региона, где вы находитесь. На территории Минской области ни одно контртеррористическое мероприятие не проходило. А политическая обстановка в стране? Даже в закрытом отношении не имеет к вашим обязательствам. Не-не-не, молодой человек. Заговор должен быть составлен. Я надеюсь, ваш договор в соответствии с действующим законодательством. А в законодательстве строго написано, что почему вы перебиваете человека старше себя по возрасту? Скажите, пожалуйста. Вообще, с гражданином мне 34 года. О, извините, у вас голос достаточно молодой. Ну, хорошо сохранился. Ну, так или иначе. Четкая формулировка существует в законе, что относится к обстоятельствам непреодолимой силы. В том числе, политические изменения в стране. Гражданин, это не... А почему вы меня гражданин называете? Вам будет приятно, если я к вам буду обращаться не Сережа, а гражданин? Гражданин Сережа. Это что же неправильно? Ну, вообще не надо обращаться к Сереже. Как же мы с вами общаться к этому? Моим имя Сергей. Сергей вы хотите? А, Сережа. Ну, Сережа мне как-то больше инфонирует. Потому что это нормально, я считаю, общечеловеческие отношения. Какие общечеловеческие отношения? Как вы сказали, гражданин прокурор? У нас с вами правовые взаимоотношения. Ну, а они что, исключают человеческие? Или вы на такой работе, что вы сами по себе исключаете человеческие отношения? Давайте конструктивно вести диалог без обещанных и ласкательных. Невероятно конструктивный диалог у нас сейчас с вами наступил. Здесь же тут отсутствие конструктивного. Но у вас на данный момент ведутся имена совместительных и ласкательных. Если вы считаете, что я говорю то, что вам не хотелось бы услышать, это не значит, что диалог не конструктивен. Как раз таки я пытаюсь вы выяснить... Сережа, вы ничего там не перепутали, а? Нет, а почему я должен что-то перепутать? А почему вы проблему свою не решили-то, а? А почему вы с тем и на тему приезжаете? Я же вам объяснил. Я, по-моему, отчетливо сообщил. Будьте дома, там, с супругой, если она у вас есть. Хорошо, договорились, Сергей. Извините за фамилиарность. Вот, который там, Екатерина Александровна, там, или с кем там... Она, слова там нету в ее имени, она Екатерина Александровна. Она интересует ваши обязательства. А я вам объяснил, вы мне задаете вопрос, и я вам объяснил, почему я их не выполняю. Она ваши личные цели. И отвечать вы будете. Ну, хорошо. И постмассорные, как вы говорите, обстоятельства, вы эти все брали на себя. Как это? Вы все, вы переоткениваете мои возможности, Сергей. Да, вы их брали на себя, Катерина. Я не мог изменить политические обстоятельства в стране. Не мог никак, и вы не можете. Катерина Александровна, которые закреплены в 375-й статье Гражданского кодекса. И все там закреплено, пожалуйста. Это те обстоятельства, которые вы сами не могли повлиять. Да вы не повысите голос, а у вас хорошо слышно, я вышел в более хорошее помещение. Это контртериористические мероприятия, либо действия на той или иной территории, на которой вы находились. У нас сейчас в стране у вас идет контртериористические мероприятия. Вы знаете, сколько всего? Вы знаете, сколько всего? На территории Пенинской области даже подобного рода ситуации не происходит. Вы знаете, я не смог по рабочим делам выехать за границу. По рабочим делам, да, вы не смогли. Да, а я в этой среде не смог зарабатывать. Вы знаете, сколько мы сейчас работаем в странах, за границей? Нам все равно, вы понимаете? А как же мы тогда с вами разговариваете, если вам все равно? Что же вы думаете от того, что вы мне звоните и встречите на меня? У меня деньги появятся? Все действия, которые вы нам должны. Ой, да что же вы сами с тобой-то? А вы здесь ссылаетесь на какие-то придуманные форс-мажорные обстоятельства. Как вот на вас они повлияли сейчас лично? Вы голодаете? У меня отсюда денег. Нет, я не голодаю. Я вынужден обеспечивать семью в первую очередь. Почему вы меня... Ну ладно, так же. На сотовый телефон вы сидите регулярно, кладете денежные средства. Не правда ли, Гудбор? Денежные средства, да, до этого я без этого общаться буду с вами. А кто сейчас денежные средства... Будьте любезны меня называть по имени или хотя бы по имени отчества, а то мне не совсем приятно. Я себя чувствую как школьник. У вас в паспорте гражданин написано, что у вас фамилия... Я к вам буду обращаться как гражданину Российской Федерации. Да, вы, наверное, полицейский в прошлом, да? И вас, наверное, вы не прошли аттестацию... Нет, вы милицейский. И не прошли аттестацию, и вас уволили, и вы ничего лучше не нашли, как пойти работать, попрощаться телефонами, да? Вы надеетесь меня испугать, Сергей? Сергей, вы надеетесь меня испугать? Вы опять же что-то путаете. Вы опять же все перепутали. Вы притите, голос повышаете. Моя прошлая профессия. А я спокойно с вами разговариваю. Вы притягу, оно к вам вообще никакого отношения не имеет. Вы военнослужащий, да? Наверное, физическая подготовка не позволила дальше служить, да? Или вам мозги в конце дела? Да, точно угадал. Опять же вас не интересует, понимаете? Как это не интересует? Что интересует про меня? А я не могу поинтересоваться, что не общаюсь, что ли? Я для вас являюсь непосредственным... Кто? Что за смех такой? Это что, донеса, донеса, донеса. Представляете, интрига, интрига. Кто вы для меня являетесь? Кем еще раз, пожалуйста? Кто, кто, секунду, мы являемся вашим кредитором. Не, не, вы сейчас, Сергей, ты мне сказал, что ты являешься моим непосредственным... Кем? Да, не, не, гражданин. Кредитором. Кредитором. Ты свое место не путай, ты не кредитор. Ты сотрудник. Ты сотрудник. Продолжение следует...